Все процессы, которые происходят в городе, неразрывно связаны с работой муниципалитета. Итоговый результат участия в программах господдержки – это лишь верхушка айсберга, за которой кроется огромный, порой невидимый населению труд, местных чиновников. Признаюсь честно, мы вчера готовили заявку на территорию опережающей социально-экономического развития, чтобы ее сегодня отвезти в срочные сроки, которые нам поставили, до 12 часов ночи. И это не только, допустим, экономические службы так работают, а и другие службы нашего города, когда нужно какие-то ресурсы подтянуть к городу, какие-то резервы подтянуть, какие-то вопросы решить. Главный экономист города признает – без ошибок не обходится, но они обязательно анализируются. И округ включается в такие программы, как поддержка местных инициатив и развитие современной городской среды. Что бы эти деньги получить, вот даже нужно здесь понимать, сколько процедур было сделано, сколько было сделано работы с населением, подготовки документов, защите этих документов. И еще предстоит очень большая работа. Одно дело, когда нам заявили, мы получили деньги, а еще стоят процедуры по проведению торгов по этим деньгам, по проведению самих работ. И как результат, работа муниципалитета уже не первый год отмечается наградами. В этом году городской округ стал вторым в конкурсе «Лучший муниципалитет республики». Сейчас идет подготовка к конкурсу «Оценка эффективности показателей муниципалитета», по итогам которого в прошлом году «Нефтекамск» занял первое место. Очень важно, на мой взгляд, чтобы город позиционировался с положительной стороны не только даже на уровне нашего региона, но и на уровне Российской Федерации. Поэтому мы стараемся принимать участие не только в тех грантах, малых, больших грантах, которые рассказывают о нашем городе не только в республике, но и на региональном уровне, по всем направлениям. Сегодня «Нефтекамск» – моногород, который стремится получить статус территорий социально-экономического развития. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции, поэтому разрабатываются комплексные мероприятия. Важно грамотное взаимодействие всего аппарата. Только так можно достичь общей цели. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».